Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как обычно в это время мы работаем в прямом эфире и первый гость, который открывает наш сегодняшний такой небольшой вечерний эфирный марафон, это Алексей Алексеевич Гончаренко, председатель Одесского областного совета. Сразу вам скажу, что мы договорились, что звонки мы все принимаем, то есть Алексей Алексеевич открыт и готов ответить на любые ваши вопросы. Буду надеяться, что ваши звонки все-таки не очень сильно помешают мне, так сказать, воспользоваться, собственно, правом ведущего и задавать свои вопросы. Но прежде всего, скажу откровенно, хотел пригласить Алексеевича на предыдущую среду, но он категорически отказался, потому что из Одессы он уезжал. Где вы были, где, так сказать, побывали за это время? Я очередной раз на прошлой неделе вторую ее часть провел на Востоке, это Запорожская область, Донецкая область, зона АТО, которая так называют наши госпиталя, части. Жил два дня в лагере для беженцев в Запорожье, там общался с людьми. Ну, такая поездка тяжелая, но нужная и важная во всех смыслах. Понимаете, я иногда себя ловлю на мысли, что, знаете, вот есть определенные, так сказать, ну, что ли правила не писанные. Вы государственный человек, да, вы государственный служащий, вот, и у вас есть определенные обязательства, которые возложены на вас в связи с тем, что есть депутатский корпус, вы должны... А вы рискуете постоянно? Вы, Аксенову, там, флаг показываете, вы на Айпетре, вы, так сказать, по Донецку вас бегают, там ловят, ищут и так далее. Стоит ли этот риск вот того, чтобы на него идти? Ну, я с своими обязанностями, слава богу, вроде справляюсь. Не, ну, вы рискуете, так сказать, и, в общем-то, своим здоровьем тоже. Ну, да, ну, вы знаете, я скажу, что я делаю то, что считаю правильным, а к риску я уже давно отношусь достаточно по-философски. Считаю, что... Вообще, я фаталист, наверное, по своей природе. У каждого человека есть своя судьба. Но есть вещи, которые для меня важны. Ну, например, 23 августа я мог в Одессе поднимать государственный флаг. В день государственного флага мне положено, представитель областного совета. Ну, в Одессе и без меня есть кому поднять государственный флаг, так мягко скажем. А вот в Крыму это никто не хочет делать, боится делать, не может делать. И поэтому мне было важно поднять там над самой знаменитой вершиной Крыма. Я считаю это правильным. И по реакции людей я вижу, что люди это тоже оценивают и считают это правильным. И мы как-то вот в этой войне в Донбассе, мы уже немножко вообще о Крыме подзабыли. Мы уже как-то и не говорим так много, что это наша территория. А это наша территория. И мы не имеем права это забывать. И нельзя просто у нас взять и отнять нашу территорию и замечательный, прекрасный Крым. Тем более, что ничего хорошего туда не принесло купаться. Сегодня там люди не могут... Туда не летают самолеты, не ходят корабли. Крымские товары не могут попасть ни на какие рынки. То есть это неправильная жизнь. А сейчас там обычно, по-моему, с 15 октября закрывается сезон переправы работы. Там вообще ничего не будет работать. Сто процентов, так и более того. Там вообще такая грустная, честно говоря, атмосфера очень грустная. И туристов иностранных нет, украинских мало. Все туристы только из России. Всех служивых людей, все из центральной полосы России. По говору это слышно. А где ж делись крымские? Это к разговору, что будет, а мы знаем куда. Да, что их отправили и в Сибирь, и в центральную полосу России, и на Дальний Восток. То есть этого ли хотели эти люди, когда радовался кто-то при соединении Крыма к России? Думаю, что вряд ли. Поэтому это было важно. Что касается Донецка, то же самое. Мы сделали в апреле месяце, я и мой друг, мы сделали первую запись Безлера, Игоря Безлера, которого теперь все знают как Беса, того горловского бандита, полевого командира. Ну, бандита, он подполковник российской армии. И мы первые, кто его заснял, и где он сам говорит, я подполковник российской армии, показывает свой паспорт. Это видео показывали Бараку Абами и Ангеле Меркеле на всех уровнях. Потому что переход милиционеров тоже. Переход милиционеров, это было первое видео, которое доказывало, что это не какие-то ополченцы, как говорят, воюют. Это офицеры российской армии. Какие же это ополченцы? Офицер российской армии, кадровый, подполковник. Ну, о чем мы говорим? Поэтому это было важно. То же самое в Донецке, когда были в июле, и возле обл. администрации, где у них там это логово ДНР поднимал украинский флаг. Я тем самым хотел показать, что не так страшен черт, как его молюют. Поэтому есть ли риск? Да, риск есть. Особенно вот тот поход к Аксенову на участок. Я действительно там, будучи уже на самом участке, я подумал, что, ну... Действительно, стоило ли это того... Да, извиняюсь, стремно было. Да, но действительно, там такое количество было охраны и каких-то очень неадекватных людей. Что вам сказать, если один из рубежей кордонов охраны, это были автоматчики в балаклавах и с овчарками. То есть даже фашисты они ходили с открытыми лицами. А тут вот все вместе, еще и овчарки. Поэтому, да, там, наверное, может быть, и перебрал. Но в целом я делаю то, что считаю важным, а именно, что есть Украина, есть страна. И это важно для каждого человека. Вот есть люди, которые очень любят Украину, патриоты, и это прекрасно. Есть люди, которые, ну, там, честно, давайте будем говорить, которым плюс-минус все равно, под каким флагом жить. Украина, Украина, там, другой флаг, другой флаг. Но мы должны понимать все, что если у нас заберут нашу легитимность, да, и сюда придут любые войска, то мы не станем от этого частью территории другого государства. Мы станем непризнанной дырой, как Приднестровье, как Абхазия, которые нищие, у которых ничего нет, у которых нет будущего у детей. Разве такое мы хотим видеть Одессу? Я уже молчу о том, что часто это может закончиться тем, что по городу начинают стрелять грады, ездить танки. А люди с автоматами, какими бы благими целями они не заявляли их вначале, рано или поздно они придут в дом, заберут деньги, жилье и тебя, и жизнь твою могут забрать, и твоих детей. Поэтому я делал все возможное, чтобы этого не допустить в Одессе. И то, что сегодня Одесса спокойна, в этом есть заслуга, в том числе меня и моей команды. И честно вам скажу, мне кажется, что уже как бы там дальше не развивалась моя политическая карьера, уже большего я не смогу никогда вклада сделать. Потому что любые вопросы экономики и жизни, они меркнут по сравнению с тем, перед чем стояла Одесса. Одна из вот таких характерных вещей, вот когда становится очень плохо, одни люди впадают в истерику, другие с достоинством стараются держать удар и за достоинством выходить. Потому что чем больше соблюдаешь цельность своего характера, тем, наверное, более убедительно имеешь больше шансов выйти из этой ситуации. А вот есть люди, которые просто откровенно срываются. Я просто не могу не упомянуть ваш не так давний конфликт с господином Лешко. Вот. Ну, я правда видел только этот фрагмент, я не видел весь эфир. Из-за чего там сыр-бор разгорелся? Чего вот он вдруг начал вот так вот истерить? Ну, сыр-бор разгорелся, потому что он, как всегда, начал говорить о том, что даешь войну, хотим войну, войну давай. Мы же победим, надо выбить оккупанта с нашей священной земли. Все это очень красивые фразы. Но я просто сказал, что когда видишь там под Амвросиевкой тела наших ребят, разорванные в клочья, и ты понимаешь, что даешь войну, это что значит? Мы можем победить кого? Регулярную российскую армию на сегодняшний день? Ну, кого мы обманываем? Если бы мы имели дело там с какими-то боевиками, наемниками, то мы их побеждали. И мы за два месяца их там зажали в угол там на Донбассе. Ведь они же сегодня контролируют там только треть Донбасса, не более того. Я там себе извините, представил такой плакат Лешко верхом на корове с вилами в руках. Я извиняюсь, что я вас перебил, у нас просто есть звонок. Давайте мы примем, потому что телезритель ждет. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы слушаем вас. Говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Господин Гречаленко, я вот все мучился по вопросу, кого же мне благодарить за покой в Одессе? Оказывается, вас. Спасибо вам, родной, спасибо. Спасибо вам. Ну, если в ваших словах звучала ирония, то зря. В том числе и меня. Но далеко не меня одного. Есть очень много людей, которые приложили свою руку к этому. И в целом Одесский областной совет. Я вам приведу один факт. 3 марта этого года Одесский облсовет поддержал мою поправку и осудил российскую агрессию на территорию Украины. Мы были первым облсоветом в стране, который это сделал. И в этот день мы тем самым показали, что крымский и донецкий сценарий в Одессе не пройдут. Это было очень важно. И потом таких моментов было еще ни один и ни два. Когда облсовет штурмовали с требованием назначить референдум про федерализацию, про Новороссию, еще про что-то. И это был бы первый шаг к тому, чтобы здесь была бойня. И мы это все не допустили. Поэтому, да, наша роль в этом есть. И я считаю, еще раз повторюсь, что большего, наверное, в своей политической карьере сделать уже нельзя. Потому что нет большей ценности, чем мир. И возвращаясь к вашему вопросу про Лешко, именно об этом мы и говорили. О том, что человек, который в студию пришел с охраной, от кого он охраняется в студии. Я не понимаю, прямо в студии охранник. То есть там еще много охраны вне студии. Но прямо внутри студии находился... Ну, само телевидение, режимный объект. Да, внутри студии находился его охранник. И он рассказывает про то, что мы хотим воевать, даешь войну. И что он там на фронте, там легендарный комбат. И мне это, тем более я знаю, как на фронте относятся к господину Лешку. И мне это было неприятно. И я просто сказал, что я думаю, что не надо вот себя таким образом проявлять. Ну, на что он начал оскорблять, он иначе не может. А я ему просто предложил, что если ты... Ну, на самом деле, может быть, я и тоже погорячился, но мне было неприятно это слушать. Я ему сказал, если он так хочет выяснить отношения, то их стоит выяснить не на миллионную аудиторию, а выйти и выяснить их. И я к этому готов и позвал его. Ну, на что прибежал уже его охранник. И дальше там была такая сцена. А по окончании эфира у вас не было контакта? По окончании эфира его замкнуло в кольцо охрана и вывело. И все, куда там. Его так... На самом деле, то, что он делает, это плохо. Он провокатор, который взывает вот к этой войне. А эта цена уже, это не голоса, не рейтинги, а это жизни людей. Если бы сегодня не было этих минских договоренностей, которых там с таким трудом добился президент. Если бы сегодня не было какого-то диалога с Россией. Мы все понимаем, что Россия агрессор. Мы все понимаем, что она не права. Но от этого не меняется то, что это страна имеет там самые большие вооруженные силы в Европе. И у нашей украинской армии с ними, ну, сегодня очень тяжело отягаться. И наша задача в дипломатическом русле этот конфликт выводить из него. Уникальная штука, вы знаете, вот мы очень сетовали всей нашей страной. Мы сетовали по поводу того, каким образом идет промывка мозгов россиян. Вот средства массовой информации, пресловутый Киселев там и так далее, и так далее. Куча фейков. Ну, в общем, короче, беспредел кошмарнейший происходит у них в средствах массовой информации. И вдруг марш мира в Москве. Я, честно говоря, я опешил, я не ожидал, что такое количество москвичей выйдут. Ну, там разные 50 тысяч, там, может быть, меньше, 40 тысяч. Ну, десятки тысяч москвичей вышли на улицу. Причем смело, с плакатами. Украина, мы с тобой против войны. Это совершенно не так. Это дорогого стоит. Это радует, что все-таки не все население Российской Федерации впало вот в этот, не знаю, агрессивный какой-то экстаз. Экстаз и вот такое имперщину. Давай войну, давай. Вообще дико то, что происходит. Вы знаете, я вот подготовил полутораминутный такой отрывочек из одного из эфиров российских. Вот давайте мы посмотрим вот этот отрывок. Вот. Ну и потом прокомментируем. Я не случайно выбрал именно вот этот фрагмент вот с одним из участников. Потому что к этому у меня дальше есть продолжение вопроса. Так что я прошу, пожалуйста, покажите нам вот это. Бесконечно лжет киевское телевидение. Я смотрю, вижу. Бесконечно лжет наше телевидение. Бесконечно. Причем он у факта нет времени привел бы я вчера. Вчера идет фильм «Дорога к Луганску». Выступает такой мощный детина. Видно по лицу. Многих уже убил. Многих. Он говорит, мне бы вот сейчас дойти до Одессы и справиться вот с этим мерзавцем Гончаренко. А я мерзавца Гончаренко знаю. Это человек, который не допустил в Одессе. Который оскорбил вашего президента. Вы же гражданин Российской Федерации. Он пришел с этой знаменитой анонсирующей в Европарламенте. Оскорбил вашего президента. Просто вас оскорбил, если вы гражданин России. Господа, ну перестаньте. Ну давайте по очереди. Так вот, я говорю о человеке, который абсолютно украинец, который образован, который не допустил в Одессе ни Майдана, ни антимайдана. А вы знаете, что он участвовал в событиях 2 мая? Разрешите договорить. Хорошо, не допустил. Он сжигал людей в Одессе. В Одессе в ходе правсоюзов. Это ложь. Вы сказки не рассказываете. Мы Кончаленко давно ведем. Он за все свои преступления ответит. А я был там 2 и 3 мая. Садно, что вы остались живы, если вы там были. Вот готов это доказать. Хорошо. И в этом все дело. И сегодня оптимизм мой и наш в том, что президенты разговаривают, что люди разговаривают, что людям все равно нужен мир, что людям все равно нужно жить. Что большинство жителей Донбасса – это нормальные, живые, мирные люди, которые, ну, они хотят кто-то, кто-то хочет, но, тем не менее, большинство из них не хотят никакой стрельбы, ни с какой стрельбы. Ну, нормальный мир и жизнь. Они хотят жить. Я вот не случайно взял этот отрывочек вот с этим героем в кадре, потому что сценка такая бытовая, она, может быть, вообще не лепится сюда в наш разговор, но просто где-то с месяца назад была такая вот вещь. Я рано утром выходил, утром погулять с собаками. Вот чуть не угодил под велосипед Алексея Алексеевича Гончаренко. Вот, ну, он остановился, мы перекинулись, так сказать, там, пару фразами. Благо, недалеко друг от друга живем. В общем, так, ну, дежурный, так сказать, обмен там информацией. Ну, он потом извиняется, говорит, извините, вот за мной подъехали, я должен. Я разворачиваюсь, а Рахиль Гаусс с другой стороны на велосипеде. Человек, который знает, о чем говорит. Он сюда приезжает. Да, постоянно. Это одессит. И он в курсе дела, что здесь происходит. И он не дает себя. Как ведут себя ведущие там, в России? Ну, это еще, это еще более-менее. Там они себя ведут иного хуже. И очень тяжело сегодня. Он народный артист России, Иосиф Рахиль Гаусс, который говорил вот сейчас в этом фрагменте. Он главный режиссер Московского театра, одного из самых больших и знаменитых. Театр Школы Современной Пьесы, где играет Алферова, Филозова, Веденеева, Васильева. Ну, то есть такие... Все звезды. Да, и он... Есть цена у этого, занимать такую позицию. И ему тяжело, но он не может от нее отказаться. Это его родина тоже. И он видит то, что здесь происходит. У него это от сердца идет, когда он говорит, что и тут врут, и там врут. Но люди-то хотят мира. Но ведь это же правда. И вот это вранье бесконечное. Там интересная очень фраза, которую говорит один из этих деятелей таких пропутинских. Он говорит, мы давно его ведем. Это про меня. И там, мы давно его ведем. Это такая, на самом деле, не случайная совершенно фраза. И действительно, они много внимания мне уделяют. Там, каждую неделю на центральном российском телевидении что-то очередное обо мне рассказывают. И все то, что каждый им там флаг в Донецке или в Крыму, каждое дело в Одессе, им все просто как ножом по сердцу. И это правда. И они на это очень бурно реагируют. И что здесь скажешь? Для меня это высшая похвала. Потому что если агрессор и наш враг меня не любят до такой степени, то это означает, что все хорошо. Значит, я делаю все правильно для своей родной земли. Вот еще один из вопросов. Совсем буквально днями я обнаружил, активно это обсуждаю сейчас в интернете одесском, появилось новое политическое движение 5.10. Может быть, слышали, да? Они уже... Ну, у них просто 5.10. Я слышал, даже видел. Они нарисовали эти 5.10 на свежеотреставрированной, на отремонтированной карантинной стене. Они везде... Это вандализм. Это вандализм чистой воды. Пока, по-моему, никаких уголовных дел по этому поводу, никаких... Понимаете, уголовное дело завести-то можно, как теперь это называется, криминальное впроваджение. Ну, как найти того, кто это сделал? Камер там нет. Ну, в интернете написано, что руководитель этого движения, Геннадий Балашов, небезызвестный, а в Одессе дают... Ну, это только водитель, когда к нему придут вопросы, он всегда скажет, ну, слушайте, я никогда в жизни своей ничего не рисовал. О чем вы говорите? Покажите, докажите. Ну, это уровень, знаете, вот то, что мы сейчас называем название этой политической силой, и говорим о ней, говорит о том, что они своего добились. То есть они вандалы такие, которые делают вандализм. И, ну, стыдно должно быть. Нам лучше их даже и не произносить, и чтобы она была безызвестной, однодневкой. И так пусть ей и останется. У нас звонок есть. Давайте мы послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы слушаем вас. Добрый день вечера. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я уже неоднократно вам звонил. Моя фамилия Яковленко. У меня вопрос к Алексею Венчаренко. Когда все-таки в Одессе будет известно, будет разборка 2 мая? Это уже, знаете, вперед. 2 мая. Со всех сторон, вот, друзья, по скайпу, что у вас там творится? Неужели людей нет, их хотят, разобраться, чем делать? Ну, эфиристы, конечно, понимают, о чем делать. Но мы хотим, чтобы это было все на официальном уровне. И указаны главные зачинщики, которых никто не указывает. Спасибо за вопрос. Я бы точно так же, как и вы, я очень этого хочу. Как человек, который был 2 мая в центре города, и на Куликовом поле. И на Куликовом поле пришлось мне медицинскую помощь людям оказывать. И пришлось каких-то людей отбивать, которыми могло произойти там разное, учитывая, что в каком состоянии находились люди на Куликовом поле после стрельбы в центре. Поэтому я этого хочу так же, как вы, а, наверное, даже и больше вас. Потому что, еще раз, я это все видел своими глазами. И так как постоянно, к сожалению, приходится слышать оскорбления и обвинения, в том числе и в свой адрес, в том числе и с российского телевидения, мы только что услышали же этот кусочек. Какие-то безумные и нелепые. Поэтому для меня это очень важно. К сожалению, наши правоохранительные органы, как всегда, все происходит очень медленно, очень долго. Я им делаю соответствующие обращения, как депутат, но я не могу их подменить. Я не могу вынести обвинительный вердикт. Я не суд. Я не могу внести дело в суд. Я не могу вести следствие. Все, что мы можем сделать, вот одесские журналисты объединились в группу 2 мая, причем они объединились на эти журналисты разных, и проукраинские, и пророссийские. И они вместе вели расследование, и многие факты выявили и озвучили. Очень много видео собрали. Очень много видео собрали, и много нелепостей опровергли про то, что там были какие-то фосфорные бомбы, или какие-то газы там невероятные, или еще что-то. То есть, но, к сожалению, мы до сих пор не видим того, чтобы были действительно в суде, было заслушано это дело. Оно рано или поздно произойдет. Я хочу сказать, оно не может тянуться бесконечно, и рано или поздно будет суд, и будут названы виновные. Мы помним дело Георгия Гангадзе, которое длилось сколько лет? Ну, потому что лет, наверное, 10, да? Да, если не было. Но все-таки были названы. Пусть заказчики, по-моему, так и не были названы, но исполнители получили сроки, были названы их имена, причем там все доказано. Как говорится в старинной пословице, сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Просто хотелось бы, чтобы он был скорее. Должна проявиться, наверное, все-таки, должна проявиться какая-то политическая воля в любом случае. Потому что, действительно, от 2 мая уже сколько времени прошло, а ведь постоянно муссируют с этой темой, постоянно идут вбросы. Погибло не столько-то человек, а в десятки, сотни раз больше. В подвалах были сотни. Вывозили через задний, так сказать, аварийный выход, в общем, и так далее. То есть, вбрасывается огромное количество информации, люди морочат голову, и от этого напряжение как-то в обществе и не спадает. Поэтому, мне кажется, что, наверное, должна произойти воля. Это очень громкое дело. Ну, во всяком случае, мы одесситы это понимаем, что это на государственном, в общем-то, уровне произошла вот такая вещь. Ну, на уровне всей Украины. И я просто хочу такую параллель провести. Ходили тоже муссировать слухи, вот призывают военкоматы, призывают служить, люди носят взятки, откупаются кто-то там, или наоборот, там преследуют каких-то моряков с целью, чтобы они дали взятку и спокойно ушли в рейс. Вот военкоматы, так сказать, на это наживаются. Много очень слухов по этому поводу ходило, разговоров. И в конечном итоге это дошло до Петра Иссеча. И он сказал, ребята, значит, начальники военкоматов, пожалуйста, районных, областных и так далее, все в зону АТО. А на их место пусть придут ребята раненые, которые там воевали, но которые могут нести службу. Он вот дал такое распоряжение. По-моему, и он этим перечеркнул все вот эти досужие разговоры, все вот эти слухи. Я согласен. Но тут надо один момент понимать. Вы знаете, я общаюсь с людьми много лет в этом суть политической деятельности. Могу вам сказать, что когда у человека есть некие убеждения и взгляды, и реальность расходится с этими убеждениями, то как бы логика нам подсказывает, что человек будет менять свои убеждения, но на самом деле он обычно отказывается воспринимать реальность. Это сплошь и рядом так бывает. И даже когда будут названы имена виновных, и как все происходило на Куликовом поле в Доме профсоюза в центре города 2 мая, все равно люди будут отказываться, те вот, кто хочет отказаться, верить в это, они скажут, это все фальсифицировано, все неправда. Люди находятся совершенно... Знаете, есть же некие четкие и понятные вещи. У любого конфликта есть начало, да? И все знают начало 2 мая. Люди с Куликового поля зачем-то пошли на Соборную площадь, но мы с вами понимаем, что это расстояние совершенно не шуточное, нельзя случайно заблудиться там. Прошли с битами, с оружием, с автоматами Калашникова и начали побоище. То есть мы четко понимаем, кто начал. И это не есть загадка, и это всем понятно. Но несмотря на это находятся люди, которые придумывают что угодно, их специально спровоцировали, в их лагерь были внедрены какие-то там шпионы, которые сказали, а они не понимали. То есть кто-то взял в руки оружие, шел и не понимал, куда идет. Ну можно сейчас? Нет, ну в интернете еще за 2-3 дня до того, как это все произошло, 2 мая, в интернете уже были заявления представителей Куликова. Поля, не хочу даже называть его фамилию, который он заявил, сказал, что ребята, вот там они собираются опять участвовать. А это была не первая хода в Одессе, извините. Да, какая это не первая? Это была нацета. И 1 мая была хода Куликового поля, на которую никто не нападал. Она прошла мирно, ее никто не трогал, она как прошла, так и закончилась. А 2 мая была обратная хода. Так зачем вы ее трогали? На кону дня за три было заявление, что давайте мы им покажем, и давайте перед Россией мы покажем им Кузькину матерь и разгоним их там. То есть это было заявлено. Мы все понимаем, кто начал это. Мы все знаем это. Но все равно, я же говорю, удивительно, а так как это еще подогревается российским телевидением, то находятся люди, которые придумывают какую угодно теорию, или это безумная теория, ну вы же слышали это, когда сбили самолет? Они же начали говорить, что в самолете были трупы. Вы слышали это? Да, да. То есть когда сбили самолет, погибло 297 человек, детей много. Ну вообще жуткая история, даже говорить мне, сбили все понятно кто, уже ни для кого не секрет, что понятно, что это сбили российским буком, понятно, что это сбили эти террористы, как их иначе после этого называть? Так они умудрились говорить о том, что в самолете везли трупы. То есть специально был самолет заполнен трупами, чтобы вот сбить его и обвинить их, значит, в этом страшно. Ну вообще... И подложены были кредитные карточки, которыми потом ДНРовцы пользовались. То есть люди до такой степени, причем это говорили люди, не участники событий, не те, которые хотят наврать и обмануть, а они вот готовы поверить во что угодно, лишь бы, чтобы их картина мира не нарушилась, в которой там все ясно, что тут хунта, а тут, значит, какие-то борцы, непонятно правда за что, и почему борцы залили кровью все вокруг, и почему там, где борцов нет, там все тихо и спокойно, а где борцы есть, там какая-то катастрофа. Вот это непонятно. Непонятно, почему ни одного украинского солдата нет на один метр от украинской границы и ни в каком направлении. Как же так Россия кого-то защищает, и все здесь у нас. Это какая-то загадочная история. То есть люди абсолютно серьезно. Идет война, Украина воюет, наши ребята гибнут на своей территории. Ни одного украинского солдата на российской территории найдено не было. Один раз там какая-то группа отходила, она попала, их там взяли в плен, потом их отправили назад, но никто туда не вторгался. На нашу территорию вторглись, у нас забрали. И при этом еще имеют наглость еще что-то говорить про нас. Это удивительно. И находится, и самое поразительное, что находятся люди, которые в это могут поверить. Вот это просто не укладывается в голову. Любой факт, они его будут отрицать, и все скажут, не, нет, ну тут все не так. Сейчас бытует такие вот есть мнения, что в связи с объявлением перемирия, ну, такое достаточно сомнительно, но все-таки, так сказать, перемирие объявлено, отвод войск, даже, так сказать, отошли, вроде бы, российских солдат начали выйти, хотя техника осталась, ждет. Вот. Дальнейшие какие события? Не деморализуют ли это наши войска? Мне кажется, что мир, он в любом случае, ну, ведь все все равно закончится миром, да, ну какая бы ни была война, даже если она, там, вторая мировая, страшная, там, невероятная война, она закончилась миром. Поэтому и эта война закончится миром. Лучше, чтобы он наступил раньше. Лучше, чтобы он наступил раньше. И перемирие, оно настоящее, потому что, там, в разы меньше гибнет людей, в разы меньше ранено людей, в разы меньше гибнет мирных жителей. Ну, что это? Это настоящее перемирие, И нам нужен этот мир. И Украина тем, что она заняла позицию, говорит, мы готовы на мир, мы готовы договариваться. Она заняла правильную позицию, потому что в глазах всего мира она видит, что есть страна, которая когда-то 20 лет назад единственная в истории человечества отказалась от ядерного оружия. Есть страна, которая не вторглась ни на чего, ни на метр земли чужой, которая готова договариваться. И есть страна, которая вторгается, которая дала нам в свое время Россия, была же гарантом, мы отдали ядерное оружие России. Но ведь это же вообще уму непостижимо. Все равно, что мы бы жили с соседями вместе и сказали, знаете, мы плохо умеем пользоваться автоматом. И поэтому зачем? Они говорят, давай дайте нам ваш автомат, а мы будем защищать нас всех, мы лучше умеем им пользоваться. Мы бы им его отдали, а на следующий день они пришли с автоматом и начали нас грабить. Ну вот это так. Это вот такая аналогия между Россией и Украиной. В общем, есть абсолютно миролюбивая страна и абсолютная страна-агрессор. Но даже в этих ситуациях мы должны искать возможности мира, потому что выше ценностей нет. Один раз побывав в зоне боевых действий, ты это запоминаешь на всю свою жизнь, что ничего нет важнее мира. Понятно, мира не такого, когда ты сдался, поднял руки и дал себя поставить на колени. Но мира, когда ты договариваешься, когда с тобой договариваются. Ведь мы же не отступили, мы не отдали то, что занято. Украина осталась на этих рубежах. Дальше мы, к сожалению, пойти не можем. Это очень маленькая часть Украины в руках этих террористов. Но мы видим план, как за несколько лет вернуть ее под контроль Украины. И не одна, а многие страны в мире это проходили. Так что я считаю, что мы двигаемся абсолютно правильным путем. И здесь позиция президента единственно верная. Хоть как ему не тяжело выдерживать во время избирательной кампании. Ведь это же красивая позиция. Не надо ни с кем договариваться, ату их, вперед, мы настоящие борцы, пошли рубиться. Она хорошо очень звучит с экранов. Только этим людям не надо объясняться с матерями, которые приходят под администрацию президента со слезами на глазах. Им не надо провожать последний путь своих товарищей. Им не надо это ничего делать. Им вот так можно только орать с экрана. У нас буквально уже меньше минуты осталось до окончания эфира. Грядут выборы. Как вы думаете, с этими выборами мы уже увидим обновленную Верховную Раду? Или все-таки должно еще пройти, так сказать, какое-то поколение должно уйти, должно родиться и выпистываться какое-то новое поколение? Ну, то, что Рада обновится, в этом нет сомнений. Она будет другой. Она будет лучше. Другой вопрос, что мы бы хотели, чтобы она была еще лучше, наверное, этого не будет. И, наверное, там будут люди, которых мы бы не хотели там видеть, и которые уже не заслужили нахождения там. Но какая она будет, такая будет. Я в одном убежден, что она будет лучше, чем та, что была. А самое главное, это то, что общество стало сильнее и мудрее за последний год. Общество. И когда общество сильное и мудрое, то оно уже не даст никаким политикам сделать что-то неправильное. И вот процесс взросления общества, он намного важнее, чем процесс улучшения Верховной Рады. Спасибо вам огромное. Наше время исчерпано. У нас в гостях был Алексей Гончаренко, председатель Одесского областного совета. Успешной вам работы. Спасибо вам большое. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»